Дорогие господицы! Три три минуты раунда кикбоксинга К1 Русь Крузер-Рейд-Контест Представляю вам соперников и первым бойца В синеву-блур Introducing first fighting under the blue corner Ему 29 лет Рост 188 см Вес 93 кг 29 лет Он стоит 188 см Официальный вес 93 кг Его профессиональный рекорд 40 боев 27 побед 12 поражений Три одной ничей Его профессиональный рекорд 40 боев 27 victors 12 defeats 1 draw Итак, дамы и господа Из Румынии Ladies and gentlemen Please welcome from Romania Себастьян Son of Dracula Чеопану Чеопану И его соперник Красному гу Бойцу Бойцу 24 года Рост 190 см Вес 93 кг Официальный Официальный Его профессиональный рекорд 16 побед Только одно поражение Его профессиональный Его профессиональный Его профессиональный рекорд Бойцу 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 Украинский Бойца rh Бойцу От нефти этот был бой в полуфинале. Очень сильный голландец, когда испытал у Володи своего вкуса, и очень тяжелый был бой у них. И в четвертом раунде, по итогам четвертого раунда, отдали этому классному бойцу, ученику Эрнеста Хруста, победу. Да, Владимир, конечно, только набирал обороты, но от Игоря Юрьевича Владимир проиграл там непосредственно уже, это был бой в Словении. Я того боя вообще не видел, по совести. Результат только знаю. Да, но я видел этот бой, в интернете, конечно же, он есть. Нет, в интернете, я имею в виду вживую. Нет, вживую его никто не показывал. Хороший под внутренний лоу-пик, под опорным, здорово. Обычно потом иногда всплывают турниры на различных ресурсах, назовем это так, целиком согнанные, но это бывает далеко не всегда. Тогда, кстати, на этот бой Володю возил Дмитрий Иванов с Камилом Гаджимом. Они тогда были в качестве сом-менеджера друг с другом. И они возили, вот сейчас Володя попадает правый снизу, очень тяжело, и левый с боку. До этого на встрече, если мы увидели, правый очень тяжелый пропустил чакульский боец. Причем, когда он пошел на Володю, так опрометчиво. Кстати, Владимир сейчас прошел очень серьезный полноценный сбор в Минске, Белоруссии. Почему там? Под руководством Андрея Ювичука, его тренера. А почему там? Потому что отработанная база. Уже у Андрея Ювичука в Белоруссии. Место рыбные прикормы. Ну, по сути, да. В Белоруссии его родная республика, и Минск его родной город. И поэтому, и там все завязаны друг с другом, все же клубы кикбокса и бокса, они так, по большому счету, в распоряжении у Владимира. Поэтому так все очень удобно. Ну, и плюс достаточно экономичный сбор. С одинком, конечно. Все очень так получается великолепно. Всех устраивает. Володе, кстати, то, что многие отмечали, те, кто с ним работали, они всегда не ожидают, что он настолько тяжелый, даже как спарринг партия, даже если он не вкладывается, ему очень тяжело стоять всегда. Потому что тяжелая подача. Первый раундер мы набили. Да, но он сейчас, вы знаете, сыграл в клипе главную роль Дениса Жигана. Точно, на таком серьезном шлягере, любил больше нечем. Вот Володя уже почти актера поступает. Я не очень слежу за новинками российской музыкальной индустрии, каюсь, грешно, некогда мне. Ну, сейчас вы знаете, эта песня набирает настолько оборот, что он становится для них в хитах. А Владимир, кстати, практически показался таким образом, даже приложил свою руку к этому хиту с самим непосредственным участием уже в клипе. Хорошо, я очень рад. Как говорит один мой хороший друг, я всем желаю. Просто я клип не видел. Такое случается. Ну, на самом деле, куда интереснее. Куда интереснее вот это зрелище, потому что все же таки, ну, вот события смотрятся, когда соперник что-то показывает. Помните, какой роскошный на Battle of Stars был бой. Вот здесь, смотри, в рубке. Плотный, очень такая, ну, плотный обмен. И Себастьян попал, и Владимир попал. Уже пара Аскерова, я имею в виду. Да, да, да. Да, конечно, конечно. Это была бомба. Право через руку пытается Володя достать. Вот снизу, красиво! Еще в последнее время, я вам скажу, что Володя прекраснейшей бой выиграл Сантропе у Михаила Тютерева. Я вам скажу, что там Владимир попадал, вот эту комбинацию лево-прямо-право-снизу и право-сбоку. Особенно сейчас правый снизу поймал очень сильно Себастьян. Владимир поймал именно румынского бойца. И за счет вот этого точного попадания, право-сбоку, он опрокинул румынского атлета на канвас. Знаете, мне показалось нокаут, мне сказалось, что он уже не встанет, потому что такая двойка по голове. Еще вышел на левую, на левую руку, очень тяжело пропускает Себастьян. И тут же скоростная работа и добивание, и колено после рук в боксе. Еще раз попадали на еще одно. Терпит Себастьян, все на ногах держит. И забивание! Вот так вот, нокаут стоячий, технический нокаут, так как, естественно, рэфери в риме не сильно остановят этот взгляд. Ну, правый снизу, конечно, красивейший, тяжеленный и точный. В нужный момент, в нужное время очень красиво нокаутировал, в итоге нокаутировал Себастьянов Владимир Минеев, волжанин. Руководитель департамента физического и спорта, вы, Алексей... Не согласен, ну, куда я не согласен, Милан? Ну, теперь избивали уже. Ну, здесь, на самом деле, Денис Себенка сохранил здоровье. Румыну, за что Себастьянову, в общем, должен спасибо сказать. Потому что мне казалось, что вот после того еще эпизода, когда он его уронил, в принципе, дальше не надо. Да, потому что право-снизу был... Ну, а там чудовищный по силе. Потрясающе точно, и еще главное, навстречное движение. А удар точный подбородок, снизу, это вообще не считается классика... Красивая классика бокса, да и К1 в том числе, потому что это редкий удар, который кто-либо использует. Ну, удар снизу по исполнению один из самых сложных. Он сложный, да. Но и при этом, если он... Попадает? Попадает, еще приводит к такому результату, что его соперник, как раз, наносила хренко, это, конечно, очень серьезно. Более минуты и 11 секунд перед второго раунда. Лейдзе чэган, нарухи, 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 нарухи. Технических накаулов, победа держа. И выиграли по тяптику, нарухи, 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 нарухи. Попадание в боксе, именно в стойке, ну, здесь не было партера, понятно, стойка. Откуда бы ему взяться? Да, настолько уже автоматически мы где-то ушли в ММА, но вернулись в Ки-1. И вот Бату Хасиков с Камилом Гаджимовым, я считаю, это два самых главных человека, которые делают огромнейшую эту работу для Владимира Минеев, для его продвижения. Ну, что и, видимо, здесь хорошая, правильная работа, в том числе. Смотрите. Ну, и в том числе... О, хорош. Он же не видел его еще. Он просто вот правым, ключевой был удар тяжелый, справа снизу, ну, левым сбоку уже просто взбил. Субтитры сделал Крыловская. Хорош. Ничего не может сказать. Дорогие друзья, сегодня у новой компании новый поток, дебют здесь, в Москве, для того, чтобы мы посмотрели замечательные бои. И давайте еще раз подробнее. Все-таки Денис вовремя измешался. Очень вовремя. А теперь слава победителю Владимиру Минееву. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что пришли сегодня. Спасибо тем, кто включил телевизор сегодня. И попал включить. Спасибо.